Как защитить братьев наших меньших? На базе школы номер 7 прошел муниципальный этап форума «Человек и животные». На суд жюри больше 50 ребят представили свои проекты, идеи и рассуждения. В этом году форум проходит в третий раз у нас именно в городе. Здесь собрались люди, которым безразлична судьба животных, их взаимодействие с человеком и особенности среды обитания. Поскольку в этом году в России у нас год экологии, то форум будет проходить в рамках года экологии. Всего в конкурсе 4 номинации. Ребята готовили научно-исследовательские работы, выясняли, как помочь природе спасти животных и предлагали новаторские идеи. При выборе победителя особое внимание судьи уделяли тому, насколько реально воплотить каждый из проектов в жизнь. Были и творческие разделы, номинации литература и видеоролик. Я пришел с СССР, в котором я говорю о том, что сейчас люди просто жестоко обращаются с животными и вызываю людей о милостердии к животным, чтобы они помогали животным выживать хотя бы как-то бездомным. Это окружающий нас мир, это наш мир и они живут в нем, мы с ними соседи. Еще одна номинация, пожалуй, самая сложная – социальные проекты. Здесь ребята должны были не просто выдвинуть экологическую идею, а полностью продумать воплощение своих предложений до мелочей. Некоторые проекты уже реализованы, и ребята со сцены рассказывали не сколько об идее, сколько о результатах работы. Например, ученики 36-й гимназии организовали проект помощи приюту ЗОО 37 «Дай руку лапе» и уже несколько лет успешно его реализуют. Мы четвертый год уже проводим благотворительные концерты, рассказываем людям об этой проблеме, собираем материальную помощь, отвозим большие машины с большими подарками для животных. Также мы шьем игрушки, которые продаются потом, и все деньги вырученные идут на помощь животным. Многие предложения, еще не воплощенные в жизнь, в скором времени могут быть реализованы. Победители от каждой из четырех номинаций отправятся на региональный этап форума «Человек и животные». Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иванова.